Всем привет, дорогие мои! Я Янис, это мой блог о книгах, смыслах книг и за их пределами. И сегодня у нас с вами такой мрачный, 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 жуткий, 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 ну или что-то около того, выпуск книжных покупок. Вообще книжные покупки на канале появляются довольно редко, и я им придумала новый формат, в котором мы с вами разберем мои книжные покупки, а в конце будет несколько книг, которые уйдут в голосование в Телеграме, кстати, подписывайтесь на него, и в Телеграме мы из этих книг выберем ту, которую будем читать совместно, так что не пропустите этот моментик, досматривайте до конца, обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, это и Инстаграм, и Бусти, где можно поддерживать меня за дополнительный контент, ну или просто так донатить, и по этому QR-коду, например, это можно сделать. Ну и всячески вообще активничайте, там, комментарии, лайки, колокольчик, все это очень приветствуется, а мы с вами сегодня отправимся в чудесный мир книжных покупок. Собирала я для вас, их очень много, ну по моим меркам, с учетом того, что я сейчас максимально стараюсь расхламляться и вообще переходить к электронной книжке снова и вновь, но тем не менее осенняя атмосфера, она как бы располагает к чтению, все-таки как мы все привыкли, как мы все понимаем, и поэтому у меня появилось несколько книжных покупок на полочках на моих, и давайте скорее же мы их разберем. Первая книга, которая скоро будет участвовать в марафоне 24 часа чтения, я не знаю, выйдет ли он к этому видео или видео выйдет раньше, в любом случае. Это книга, о которой будем говорить подробно, и делиться я с вами буду впечатлениями своими о ней у меня на канале, так что не пропустите видео и смотрите. Это Уилки Коллинз и Лунный камень, я вообще не читала Уилки Коллинза, но я наслышана, что это очень такой хороший детективщик, в такой классической манере, с каким-то классическим повествованием и с каким-то сыщиком, который что-то там расследует. Я ничего не читала Уилки Коллинза, знаю, что «Женщина в белом» у него одно из самых знаменитых произведений, и вот «Лунный камень» тоже, во всяком случае, здесь написано, что это одно из самых знаменитых произведений. Некий камень, который украли, этот камень принадлежал каким-то людям там высоких родов, его украли, и, возможно, там еще произошло какое-то убийство, но это не точно, будем узнавать. И обо всем этом нам расскажет в подробностях Уилки Коллинз в своем произведении. Вот такого вот я его купила в эксклюзивной классике, потому что, в принципе, ее люблю и стараюсь покупать, если мне что-то нравится или нужно для марафонов, именно вот в этом формате. Очень тоже, кстати, такое чтение «Детективчик» такой на осень, думаю я, но точно пока что еще не знаю, насколько там интересные, загадочные события, которые там описываются. Еще одна книжная покупка, о которой я, может быть, вам рассказывала, но я точно не помню. Опять-таки, эта книга нашла меня сама в Букинисте, и меня покорило то, что там написано, что Генри Миллер сказал «Я только мечтать могу, так писать». Этим романом восхищались Курт Вонегуд и Джозеф Хеллер. В принципе, этого достаточно, чтобы и нам с вами повосхищаться этим романом. Опять-таки, он в эксклюзивной классике, и это не очень популярный, мне кажется, роман «Soul Below», а Хендерсон «Король дождя». В общем, у нас будет какой-то некий миллионер, который присытился своей миллионерской жизнью и решил сбежать на Африканские острова, и там он становится королем дождя в маленьком бедном племени. Представляете себе? Что еще поразительное, что этот роман лег в основу либреда популярной рок-оперы, а также стал одной из серий культового сериала «Секретные материалы». Представляете? Короче, эта нотация мне продала просто роман сразу, я решила, что надо взять и надо будет почитать, хотя ничего такого о нем не знаю, но вот будем узнавать с вами как-нибудь вместе. Следующий роман у меня появился в азбуке классики, хотя я ее обычно не покупаю, но опять-таки в букинисте. Нашла, и мне показалось, что мне это надо, хотя я практически ничего не знаю об этом авторе, но я слышала и не один раз. Это Никас Казанзакис и его «Последнее утешение». О чем роман, толком не знаю. Знаю, что Казанзакис, это вам и писатель, и поэт и драматург, начал писать романы лишь на закате жизни и не считал их вершиной своего творчества. Он много путешествовал, был гражданином мира, был верен своим корням и самобытной греческой культуре. В общем, интересная фигура, мне кажется, Казанзакис для того, чтобы его поучить, почитать, посмотреть, что там у него и как. Поэтому такая вот книжная покупочка у меня появилась. Следующий блок у нас такой будет о женщинах, а куда же без них. И первое это «Нонфиг», о котором, мне кажется, я как-то рассказывала, но я его даже начинала читать, правда не закончила. Не знаю, почему в электронном формате он у меня был, а сейчас решила приобрести в бумажном эквиваленте и, может быть, сделать более подробное видео на этот счет. Даже с Костей что-то обсуждали, из этой книги, и он подвергал сомнению, что там написано. Но, в общем, надо прочитать поглубже, узнать, как там и что. Называется эта книга «Невидимые женщины». Написала ее Кэролайн Каррида Пэрес. И, в общем, суть этой книги в том, что Кэролайн Пэрес разбирается в том, что все в мире организовано таким образом, как будто бы, и часто, только для мужчин. Например, машины тестируют так, как будто бы на них ездят только мужчины, а не женщины, не беременные женщины. Например, когда очищают дороги или строят тротуары, прежде всего думают об автомобилистах, которыми в большей степени являются мужчины, чем о обычных пешеходах, которыми как раз являются женщины с колясками, женщины с детьми, велосипедисты, еще и еще много всякого. Но очень много чего в мире сделано по стандарту, как будто бы для человека, стандартом человека является мужчина. Ну, то есть по весу, не знаю, там возрасту, комплекции, телосложению. В общем, как будто бы ориентируясь на мужчин. У нас много чего сделано в этом мире, в том числе часто и болезни лечатся, хуже женские, потому что их меньше изучают. И многое, короче, в мире, с учетом того, что в мире на разных позициях и на позициях там же, где, например, градостроительство какого-нибудь там еще где-то, занимаются чем-то для людей. На этих позициях ведущей роли занимают мужчины и мыслят они о том, как что-то сделать удобнее для людей, подразумевая мужчин и забывая при этом о женщинах. И вот этому исследованию, этому разговору посвящено исследование Каррида Перес и с пруфами, доказательствами, фактами на эту тему. Может быть, спорными, потому что нам удалось тут в нашей семье поспорить на этот счет, правдивы ли ее все доказательства и не является ли это определенной оптикой какой-то или все-таки реальное положение вещей, а может быть и очень даже подтвержденные и понятные доказательства. В общем, будем смотреть, так ли женщины невидимы в этом мире, как об этом пишет Перес или все-таки это спорный вопрос и мир, он более устроен как бы благополучно и для мужчин и для женщин. Хотя даже не читая книгу, просто посмотреть на все возможные пандусы и удобства для женщин с колясками и детьми, которых нет, уже понятно, что да, как бы я думаю, что если бы женщины были представлены чаще в структурах, которые думают о городском устройстве и если бы о них думали, то городская среда выглядела бы несколько иначе. Вторая, скажем, книга из серии про женщин, она уже художественная и в принципе, с авторкой я уже знакома, я читала у нее другие произведения, она мне нравилась, но это сейчас вот я вам покажу одно из самых знаменитых ее произведений, но до него почему-то я не добиралась. Ну, решила, что, наверное, самое время и почитать, и рассказать вам, как только смогу это сделать. Это «Женщины Лазаре» и «Марина Степнова». Мне кажется, это что-то будет интересное. Я доверяю слогу этой авторке, она очень классно пишет, я у нее читала сад и была впечатлена. Думаю, что эта книга будет не менее интересна. Ну, о каких-то женщинах, какого-то Лазаре, я так понимаю, что он то ли ученый, то ли какой-то такой непростой типчик и что-то там будет с ними интересное происходить. Уже скоро начну эту читать книгу, надеюсь, вам скоро о ней рассказать. Дальше у нас тут своеобразный ремейк. Книги ремейков, так называемых, я собираю, чтобы сделать отдельные какие-нибудь видео. Когда это все будет делаться, непонятно, но вы не переключайтесь, тут будут разные форматы, будет все меняться на канале, думаю, скоро, ну или появятся разные дополнительные рубрики. Вот, в любом случае, я к этому готовлюсь и неожиданно наткнулась тоже в Букинисте на такой интересный ремейк, о котором даже не слышала. Называется он «Вечером воржи 60 лет спустя». Джон Дэвид Калифорния написал такую книгу, которая, как мы понимаем, отсылает нас к «Над пропастью воржи». И очень мне интересно, как он смог обыграть настолько великое и большое произведение, о котором уже сказано тысяча всего. И не знаю, требует ли оно каких-то дополнений. Я говорю о книге «Над пропастью воржи», да, она культовая. Не знаю, как на ее фоне вот этот вот господин под именем Джон Дэвид Калифорния смог что-то сказать. Мне кажется, ну, у меня, во всяком случае, ожидания не очень от этой книги. Я думаю, что это заведомо как бы провальная история, пытаться что-то написать, продолжение таких, ну, бестселлеров, как этот. Тем более, если он на серьезных щах как бы пытается делать. Вот, например, «Андроид Каренина» — это прикольно. Или «Гордость предубеждений и зомби», когда вот в какой-то такой забавной манере пытаются переосмыслить классику. Это классный формат продолжения. А вот тут я не знаю, я не уверена. Мне кажется, тут какая-то философия будет, какие-то мысли. Ну, и посвящение тут идет прямо на первой странице Джону Селлинджеру — «Самому потрясающему выдумщику из всех, с кем вас только сходила жизнь». Будем смотреть, что это, о чем. Может быть, это просто какая-нибудь, не знаю, биография. Может переосмысление. В общем, меня саму заинтриговало, иначе бы, зачем бы я купила бы эту книгу. Вот, не просто же так. Делюсь с вами вот такой вот книжной покупочкой. Сейчас пойдет пласт таких довольно тяжелых книжных покупок, довольно тяжелых книг, художественных и не очень. Не художественные, потому что все они будут посвящены какой-то истории, какой-то там военным действиям, народностям и так далее и тому подобное. В общем, на сложных щах, все это будет. И первая книга, которая, в принципе, по-моему, ее даже трудно было довольно найти в продаже, потому что, по-моему, на нее навешали плашку и на агенты, но я не уверена. В любом случае, она стала бестселлером после 2022 года, снискала популярность у читателей, которые захотели получить какие-то ответы на очень много вопросов, на которых у них не было ответа. И как будто бы этот автор немножко прояснял ситуацию и давал какие-то ответы, давал какой-то взгляд в будущее, но это не точно. И вот я тоже решила взять эту книгу и почитать. Это Николай Эпле и его «Неудобное прошлое». Книга об антропологии, философии, социологии и истории. Книга является памятью о государственных преступлениях в России и других странах. Ну, как мы можем понять из названия, она будет посвящена тому прошлому, которое заметается под ковер, которое не вписывается в учебники, то есть приходит какая-то власть и пишет свою историю, которая ей удобна. А неудобное прошлое, оно куда-то скрывается, заметается и не всегда рефлексируется и прорабатывается. Из-за этого происходят некоторые сложные события в истории. То есть, как и в жизни, если у тебя что-то случилось, то нужно отрефлексировать, сделать выводы и только тогда, преобразившись, ставший как-то другим человеком, с другим взглядом, идти дальше. Так и, в общем-то, в истории. Но, к сожалению, с историей все намного сложнее, тем более, как там все завязано на политике, политиках и, в общем, иногда прошлое так и остается где-то заметено под ковром. И вот Николай Эпле будет разбираться, как с этим быть, как вообще обращаться со своей историей, как ковыряться в своем неудобном прошлом и как влияет на ход истории и вообще на нацию, на социум прошлое, которое не было обдумано, не было взвешено, отрефлексировано и так далее и тому подобное. Мне самой очень интересно это почитать. Книга должна быть очень нелегкой. Они много где говорили, они много где писали. Это действительно важный и большой труд. Думаю, что читать ее нелегко, но надо. Как вот, не знаю, таблетку пить. Может не нравится, но помогает и нужно иногда пить таблетки. Когда я вам о ней расскажу, не знаю, но мне самой очень хочется почитать. Хотя понимаю, что чтение будет не из легких. Следующее чтение, которое будет очень не из легких, хотя бы потому, что это очень объемные книги, но их было трудно достать. Они были в продаже. Издательство Бомбора их выпускало, но в продаже они очень быстро закончились за счет того, что это классные книги. Не часто их где-то можно найти. Не то, чтобы их там переиздают часто. И их можно было найти где-то типа там Авито, вот такие вот места, но опять-таки в три раза дороже. А этого мне очень не хотелось, поэтому я просто присматривалась, думала, ну когда-нибудь, когда-нибудь куплю. Но тут объявили, что будет доп-тираж, и можно было по предзаказу купить эти книги. Естественно, я это и сделала. И теперь у меня есть все три томика «Столицы в огне». Вот она. Это, как говорят, японская война и мир. Просто. Это значит у нас Кага Атахика. И читать это будет довольно сложно, потому что, ну, потому что, в принципе, читать про историю какого-то народа на каком-то сломе эпох с трагическими судьбами и прочим-прочим, это всегда нелегко. И тем более талантливо написанную, и тем более в таком, как видите, объемном виде и формате. Вот. Но мы с вами возьмемся и прочтем. Со всех сторон налетели страшные серебряные птицы. Они метали маленькие красные яйца, после падения которых загоралась земля. Пламя сначала разливалось шире, а потом махнуло вверх, превратившись в банду бесноватых чудовищ. Огонь принимал самые разные обличья. Он полз, избивался, дыбился. Алый, розовый, золотой. Языки пламени вздымались к небу, соединялись там в страшный источник света, не имеющий отношения к небу. Мама, звезды видно. Сам бог своими глазами звездами состраданием взирал на исчезающий в пламени город и бегущих людей. На этот ад сотворенный самим человеком. Ну, то есть, вот, как бы, такое уже предисловие, да, нас погружает, так сказать, в то, что там будет. Ну, должно быть интересно, это, конечно, такая книга на серьезный часовой разбор, точнее, целых три книги. В любом случае, мне кажется, тот, кто увлекается японской культурой и литературой, тот, кто любит вот романы истории, роман, семейный роман, роман, который описывает и государство, и людей в нем, тот должен обязательно тоже приобрести это и обязательно прочитать. Ну, и делитесь в комментариях, если вы читали «Столицу в огне». Мы тоже будем все в огне, конечно, когда это прочтем, но оно того стоит. Вот, три книжечки прекрасные у меня. Ну, а сейчас у нас с вами будет тот самый мрачный хэллоуинский блог, который я себе запланировала, и я хочу, конечно же, делать какой-нибудь хэллоуинский марафон. Это я сейчас, Яна в настоящем говорит, а Яна в будущем, может быть, что-нибудь другое придумает, но пока планы такие. И для этого книжного марафона я подбирала книги. Какие-то у меня были, какие-то вот я дождалась в книжных покупках, они ко мне приехали, потому что их было не так легко найти, как хотелось бы. Во всяком случае, те, которые я запланировала для хэллоуинской недельки чтения. И сейчас я вам покажу, конечно, не все, которые будут участвовать в хэллоуинской неделе чтения, но я покажу вам те книги, из которых мы выберем одну, которая уйдет в совместное чтение. Так что прильните к экранам, следите внимательно и, конечно, заходите в Telegram. Там сразу же после этого видео мы будем устраивать голосование, какую из этих книг возьмемся читать на совместных чтениях. И давайте начнем прям вот с ноги, так сказать, откроем. Это хэллоуинское настроение, да, темненькое, такое муторное, такое мрачное и осеннее. И я вам расскажу про две книги, тут два тома. Анна Редклифф и ее «Тайны удольфского замка». Такое вот ретро-исполнение у меня этих прекрасных книг. Вообще, почему Анна Редклифф? Почему я именно искала вот в таком вот формате? Потому что мне кажется, что свой вайп у этих книг есть, посмотрите на их оформление. Во-вторых, Анна Редклифф – это та дама, которая написала «Тайны удольфского замка», которая является прототипом Брэма Стокера и его графа Дракулы. И там тоже будет какая-то история, связанная с вампирами, но там будет еще и такая, знаете, нотка ЛГБТ, насколько я помню. Потому что там будет некая вампирша, которая будет пить кровь другой вампирши. И мы не будем знать, что это она имела в виду. Или это метафора на какое-то своеобразное отношение. Либо действительно все очень запущено у ребят, и им нужно пить чужую кровь. Это, насколько я помню вот этот сюжет. Может, я сейчас все напутала, потому что тут нарисован какой-то мужчина-вампир. А может, там много вампиров. А может, это замок все-таки удольфский, в котором много тайн, много вампиров и людей, которые хотят сосать чью-то кровь. Так что мы все это узнаем, посмотрим, почему все-таки эта книга не стала столь культовой, сколько культовым стал Дракула Брэма Стокера. И все с вами узнаем. И проведем несколько темных осенних вечеров, мне кажется, в компании этих двух прекрасных книг и Анны Редклифф. Вот такая вот у нас с вами задача. И такие планы на будущее. Следующий, не менее прекрасный, но у меня, значит, эта книга в простом таком виде. Они тоже есть разные, есть с какими-то красивыми обложками. Но я, в общем-то, не ради обложки искала эту книгу, а для того, чтобы, опять-таки, прочитать во время осеннего марафона. И это Артура Переса Реверте и Клуб Дюма или Тень Решелье. Это тоже такая книга, у которой есть своя история, и которую использовали в кинематографе, очень часто к ней отсылаются. И она является основой разных триллеров, детективов, мистических романов. Господи, в каком это фильме прям вообще взяли за основу этот роман? Я точно не вспомню сейчас, но во время марафона, когда будем читать эту книгу, обязательно вам скажу. Ну, в общем, это, по-своему, культовый роман, и тут, между прочим, есть и какие-то там, значит, картинки даже внутри этой книги, и все суперинтересно. И мне очень хочется приступить к этому роману, я надеюсь, что это у нас быстро получится, и узнать, что за Клуб Дюма и что за Тень Решелье. Вот, и в чем там суть? Говорят, что есть что-то такое Умберто Эковское в этом произведении, хотя это произведение старше, чем произведение Умберто Эка. Скорее, он учился вот у этого парня. Ну, в общем, должно быть интересно, загадочно и мистически. А что нам надо для хэллоуинских осенних чтений, правда же? Следующая книга, которую тоже очень трудно было найти, но мне удалось. Мало того, что трудно, так она еще и денег приличных, знаете ли, стоила. Вот, это Грейди Хендрикс и руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа. Вообще не обратила бы внимания на эту книгу, во всяком случае по оформлению, но фишкой этой книги является то, что здесь вроде бы описывается маленький городок, а-ля что-то такое в стиле отчаянных домохозяек, где начинает происходить некая мистика, некие вампиры. Жители этого городка, видимо, с этим всем пытаются справиться, и все в том духе. Патриция Кэмпбелл – образцовая жена и мать. Ее жизнь – бесконечная рутина домашних дел и забот. И только книжный клуб матери Чаустона, в котором они обсуждают истории о реальных преступлениях и триллеры о маньяков, заставляет Патрицию чувствовать себя живой. Но однажды на нее совершенно неожиданно нападает соседка, и на выручку приходит обаятельный племянник нападавший. Его зовут Джеймс Харрис, вскоре он становится любимцем всего квартала, его обожают дети, многие взрослые считают лучшим другом, но саму Патрицию что-то тревожит. Когда же в городе начинают пропадать подростки, а пожилую даму заживо съедают крысы, становится ясно, что в Чалстон пришло что-то злое. Оно не остановится, обязательно прольется кровь, и многие в ней утонут. Вот такая страшная история, но мне вообще нравится. Отчаянный дыхом домохозяйки сидели-сидели дома и такие, типа, а что бы нам не устроить клуб? Книжный клуб с true crime, класс идея, и в общем, да, женщинам не хватило перчинки, и вот перчинка врывается в их маленький городок, и что-то происходит такое вот интересненькое. Будем узнавать в подробностях, что там да как. И последняя книга на сегодня и вообще для того, чтобы голосовать в телеграме по поводу совместных чтений, это тоже очень интересная, мне кажется, книга, я тоже о ней много слышала, и тоже еле выловила ее на Авито, на всяких озонах, еще где-то там она вообще в принципе не продается. Но вот на Авито мне подфартило, и я ее нашла. Называется она «Ночной цирк», и написала ее Эрин Моргенштерн. Однофамилица, получается, того самого Моргенштерна, но которая классно пишет. И не рэп. Значит, цирк сновидений колесит по миру, появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. В него стремятся попасть абсолютно все, ведь в каждом шатре зрителя ждет нечто невероятное. Но никто не знает, что цирк – лишь арена для посредника между двумя чародеями. Накануне только жизнь одного из них, но и судьба всего цирка. «Ночной цирк», дебютный роман Эрин Моргенштерн, он переведен на 36 языков и стал мировым бестселлером. То есть, прикиньте, это дебютный роман, а уже вот такая вот интересная история. Тоже не знаю ничего, кроме того, что здесь будет цирк. Я так понимаю, какие-то 19-18 век, и какие-то таинственные тайны, загадки, что-то будут внутри него происходить. Так что, друзья, вот эти вот книги мы с вами возьмем в совместное чтение в октябре, одну из этих книг. И еще какая-нибудь книга будет, которую я определю. Я обычно совместное чтение делаю на две книги сразу в месяц. Но, а кого из этих малышек мы будем читать, определите вы у меня в Телеграме. Заходите и голосуйте. Ну, а у меня на этом, между прочим, все. Мне показалось, очень какие-то обширные получились книжные покупки. Я рада, что они не стоят у меня мертвым грузом за плечами и не просят снять побыстрее про них видео. Я, наконец-таки, это сделала. Надеюсь, что-то из этого вам очень понравится или уже понравилось. Пишите о своих впечатлениях в комментариях. Ну, или берите себе на заметку что-нибудь из этого на почитать. И потом, конечно же, встретимся у меня на канале и обязательно все это обсудим. Ну, а на сегодня у меня все. Ставьте лайки и ждите новых видео. До новых встреч, классных всем книг и книжных приключений. Пока-пока. Ой, устала.